Добрый день! В этом видео вы увидите, как можно сплести вот такую бисерную шапочку для гипсовой фигурки. В данном случае у меня снеговичок. И как его сделать, вы можете посмотреть на втором моем канале Я Леплю по ссылке в описании. А в этом видео мы его будем одевать. У меня есть вот такая шапочка. И в данный момент она на голове держится не очень хорошо за счет того, что я не хочу ему вот так закрывать глаза. То есть вот шапочка держится, но закрывает ему глаза. А чтобы она не закрывала, я ее впоследствии просто приклею вот так. И тогда она уже точно будет держаться и глазки будут открыты. То есть вот сейчас мы сплетем такую шапочку. Для нее я разработала схему. И также я здесь использовала вот такой шнурочек. Он длиной примерно 12 сантиметров. Это на шарфик. И примерно 10 сантиметров на шапочку. И на кончиках есть вот такие бусинки. Я использовала бисер китайский номер 12. Вы выбираете бисер нужного вам оттенка. И возможно это будет чешский бисер. Тогда вам будет проще плести. И приступим к плетению. Здесь я схему разработала таким образом, чтобы внизу именно была широкая часть. И чтобы шапочка сужалась к верхней части. И так снеговичок подождет, пока будет готова шапочка. Для плетения нам понадобится немного бисера. Ну примерно грамм 7. И плести я буду проволокой. Она у меня сечением 0,4 мм. Здесь 1 метр проволоки. И для того, чтобы начать плести, нам нужно набрать 1 сантиметр бисера. Примерно 1 сантиметр. У меня бисер китайский, он разного размера. Поэтому вот эти как раз иголочки, которые вверху шапочки, у меня так и было задумано, чтобы они все были разного размера. Поэтому я сейчас просто посчитаю количество бисеринок. Вот здесь их 8. И каждый раз буду набирать 8 бисеринок для верхушки. Неважно, будет больше сантиметра или меньше. И теперь я плету просто иголочку. Убираю 1 бисеринку в сторону. Прохожу сквозь оставшиеся 7. И плести я начну от середины. Поэтому я выравниваю кончики. И затягиваю на середине проволочки первую иголочку. Теперь нам нужно набрать 1,5 сантиметра бисера и плюс 1 бисеринку лишнюю. Если у вас бисер ровный чешский, вы можете набрать 1,5 сантиметра, посчитать сколько бисеринок и потом уже не отмерять по линейке, а набирать каждый раз нужное количество. У меня бисер неровный китайский, поэтому я буду смотреть по линейке. Набираю 1,5 сантиметра бисера. И беру бисеринку покрупнее, не самую мелкую. Такую средненькую. Это 1,5 сантиметра плюс 1 бисеринка. На один кончик, а на другой кончик мы набираем ровно 1,5. Спускаем все к центру плетения и теперь на той стороне, где на 1 бисеринку больше, через эту бисеринку проходим вторым кончиком проволочки. Но не в том же направлении, а в обратном. То есть проходим вот так. И затягиваем. У нас получается вот такая конструкция. Проволочки выходят в разные стороны. И немножко поджимаем. Выравниваем петельку. И теперь работать будем на любом кончике. Можно вот так скрутить, чтобы не мешался пока. И работаем на одном кончике. Теперь схема плетения такая, что нам нужно на одном таком кончике повторить точно такую же деталь. Между этой деталью и следующей будет 2 свободных бисеринки. Для этого я набираю сейчас 2 свободных бисеринки и третью она будет как раз основанием вот этой второй детали. То есть набираем сейчас 3 бисеринки. Затем набираем 1,5 см бисера. По линейке я буду отмерять. И набираем 8 бисеринок для иголочки. Итак, 3 бисеринки. И сразу нужно проверить. Вот эти 2 у нас будут свободные. А вот через эту придется 2 раза проходить проволочкой. Я сразу проверю, чтобы она точно прошла. Чтобы не было такого сюрприза в конце неприятного. То есть все, 3 бисеринки мы набрали. И убрали их в сторону. Вот сюда к первой детали. Теперь набираю 1,5 см плюс 8 бисеринок. Смотрим. Вот здесь у меня заканчивается 1,5 см бисера. Это я убираю в сторону. И теперь еще 8. 4 и еще 4. Вот видите, они все вообще разные. Маленькие, большие. Поэтому просто 8 штук. Теперь у нас здесь получается 3 бисеринки отдельно. Затем с этого края 8 бисеринок и 1,5 см внутри. Вот из этих 8 бисеринок мы сделаем снова иголочку. Убираю 1 в сторону, а через оставшиеся 7 прохожу свободным кончиком и затягиваю все это. Очень плотно поджимаю все это в один ряд. Основание зажимаю пальцами и затягиваю. Теперь нам нужно сюда набрать 1,5 см бисера. Или можно обойтись без линеечки. Нужно набрать столько бисера, чтобы они доходили до этих 3 бисеринок. Вот эти у нас 3 свободные бисеринки. Вот нужно набрать столько же. Прикладываю и проверяю. Вот 3 бисеринки здесь заканчиваются. И примерно вот это все я лишнее убираю. И если не считать вот эти 3 бисеринки, то как раз у нас вот здесь будет 1,5 см и здесь примерно 1,5 см. Теперь мы вот этим кончиком должны пройти сквозь третью бисеринку в направлении, как бы вот в сторону иголочки. То есть в направлении от первой детали. Первую, вторую убираем в сторону, а сквозь третью проходим свободным кончиком. И теперь затягиваем. И у нас получается еще одна точно такая же деталь, как и первая. И располагаем ее рядом. Вот у нас уже получилось с вами 2 таких детальки. Выравниваем. И это как раз широкая часть, это будет основанием шапочки, а верхняя часть иголочка отогнется. Вот так можно сформировать. И в итоге, когда мы соберем эту шапочку, у нас получится вот такая форма. Попробуем еще раз сделать такой элемент. Набираем 3 свободных бисеринки. Когда я набираю 3 свободных, я стараюсь выбрать бисеринки, которые побольше размером, для того, чтобы как раз вот между этими двумя элементами образовалось небольшое пространство. Если здесь будут очень маленькие бисеринки, то эти элементы будут очень плотно друг на друга наезжать. Поэтому я выбираю бисеринки пошире и не забываю вот первая, вторая, третью проверить, чтобы свободно проходила проволочка. Все, убираем их сюда в сторону и набираем полтора сантиметра бисера плюс 8 бисеринок. Можно не сразу, а по очереди. То есть сначала мы набираем полтора сантиметра, чтобы нам не путаться. И затем уже набираем 8. Теперь нам не обязательно что-то высчитывать. Мы знаем, что верхушка из 8 бисеринок состоит. То есть 1 мы убираем в сторону, а через 7 проходим. Вот, получается 7 здесь, 8 вот. И просто затягиваем точно так же. Все плотненько подтягиваем. И здесь повторяем то же самое. Две бисеринки будут свободны, через третью мы пройдем. Но для этого нам нужно набрать полтора сантиметра бисера, либо столько же, сколько и здесь. Без линеечки. Набираю бисер. Отсчитываю 1, 2, 3. И сравниваю. Мне не нравится, чтобы была сильная разница, поэтому я лучше лишнее уберу. И берем свободный кончик. И помним, что движение мы начинаем от заготовки к вершине иголочки. Берем, отсчитываем 1, 2 бисеринка. И через третью проходим через 1 бисеринку. И затягиваем. Вот у нас получился еще один такой элемент. Выравниваем все стоечки. И здесь у меня уже 3 элемента. Вот в этой шапочке у меня их 13, и она маловато. Поэтому я сделаю сейчас 13 элементов, а потом примерим и посмотрим, нужно ли еще добавлять. Надеюсь, схема вам понятна. Если что-то упустили, можете пересмотреть еще несколько раз, и вам все станет ясно. То есть запоминаем. Сделали первый элемент, затем набираем 2 бисеринки будут свободные, третья бисеринка будет общая, то есть 3 бисеринки. Затем 1,5 см бисера плюс 8 бисеринок. Делаем иголочку из этих 8. Возвращаемся, добавляем 1,5 см. и проходим проволочкой в обратном направлении сквозь третью вот эту свободную бисеринку. И продолжаем делать эти элементы. Я сейчас их сделаю и будем примерять. И так, я плела в одну сторону, у меня остался кончик здесь примерно 7 см, и я начала плести в обратную. Сплела здесь тоже несколько элементов, и здесь тоже у меня осталось чуть побольше, сантиметров 8. И всего у меня получилось 13 таких элементов. Я тяну за разные кончики, немножко вытягивается и выравнивается нижняя часть плетения. И, кстати, пока плела, подумала, что можно также это плетение использовать потом где-то в цветочках. Посмотрим. Возможно, это плетение нам еще пригодится. Итак, мы берем снеговичка. Я соединяю вот так в этом месте, где соединяются лепестки. И сейчас их больше похоже на корону. Примеряем. В принципе, уже получается надеть. И теперь соединим. Между всеми элементами у нас всегда было по 2 бисеринки. То есть на одной из проволочек я сейчас набираю также 2 бисеринки, выберу самые такие большие, чтобы расстояние было побольше. Я выбрала 2 крупные бисеринки. И теперь нам нужно затянуть вот эти вот 2 проволочки. Плотненько прижать их друг к другу и сделать несколько оборотов. Проволочки я пока оставлю. То есть вот на такой диаметр, примерно 7 сантиметров получается диаметр, нужно метр проволоки достаточно. Если вам нужен больший диаметр, то берите проволоки побольше. Лучше кончики затем отрезать, чем вам не хватит. Просто рассчитывайте, что на каждый этот элемент... Вот у меня они примерно по 3 сантиметра. Нужно сантиметров 6, как минимум. Это вверх и вниз проволочка, и плюс еще здесь. Смотрите, чтобы вам хватило проволоки. И сейчас еще раз примерю пока. Вот смотрим, шапочка вполне может удержаться на голове снеговичка. Плести желательно 0,4 проволочкой, чтобы вот эти вот петельки лучше держали свою форму. Если вы сплетете 0,3, то они будут достаточно мягкие, будут сильно разъезжаться в стороны. Поэтому лучше 0,4. И теперь здесь, отступив примерно 3-4 миллиметра, я срезаю проволочки. И сформирую, как я вам уже показывала. Вот так на пальчик немножко скругляем и иголочку отгибаем. Вот такая форма получается. То есть за счет того, что я здесь увеличила немножко размер бисеринок, мне хватило 13 вот этих элементов, тогда как здесь тоже 13, но их не хватило. Здесь бисеринки были поменьше. И теперь соединяем вместе все эти вершинки. И у нас получается вот такая заготовочка. Вот эта часть будет задняя, где у меня самые большие бисеринки использованы. Здесь самое большое отверстие получается. А здесь можно просто вот так поджать, и некоторые эти элементы, они все равно, конечно же, спрячутся внутри, потому что все они здесь не уместятся. Но можно их немножко регулировать, то есть сделать, например, вот через два элемента. То есть вот один элемент как бы внутри спрятался под этими, затем отсчитываем раз, два, третий элемент тоже прячем где-то внизу, под соседними. И так примерно распределяем по кругу, чтобы и внутри, вот мы видим здесь как раз раз, два, три, четыре. Четыре таких элемента оказалось внутри. И теперь удерживая эти верхушечки, я беру отрезочек проволочки длиной примерно 10 сантиметров и затяну сейчас. То есть делаю вот так оборот. соединяю эти два кончика вместе и начинаю обкручивать. Так, чтобы вот эта скрутка находилась у основания вот этих иголочек. Немного скрутив, я начинаю выравнивать, чтобы здесь более аккуратно все было. и еще немножко скручу. Сильно перекручивать нежелательно, так как проволочка может отломиться. И снова немножко распределю все это внутри по кругу более аккуратно. И теперь я уже могу эти иголочки вот так просто отогнуть в стороны. Вот так беспорядочно они здесь сверху расположены. И вот этот кончик можно сюда как бы расположить по направлению скрутки. И отрежу здесь также оставив примерно 4 миллиметра. И теперь замаскируем вот эту проволочку шнурочком. Здесь у меня шнурочек вот с такими бусинками на концах. И здесь у меня будет шнурочек немножко с другими бусинками. Вот здесь кончик запаян. Это синтетический шнурок. И бусинка держится. И с этой стороны точно так же мы пододвигаем краешку. Оставляем здесь несколько миллиметров. И очень аккуратно, стараясь не обжечься, подплавляем и вот так поджимаем. И получается вот такое основание. Бусинка уже не уходит. И получается вот такой шнурочек. И теперь мы берем такой шнурок и завязываем его там, где нам хочется. То есть если мы завязываем... Здесь вот смотрим вот задняя часть. Здесь видна немножко скрутка. Соответственно шнурочки эти смотрят в заднюю сторону шапочки. Но можно их направлять куда вам нравится. Можно сделать вот так сбоку. То есть это вы уже на снеговичке на своем поправите и решите, как лучше будет смотреться. А сейчас просто завязываем. Вот на такой узелочек. И у нас получается вот такая шапочка. Примерим ее на снеговика. То есть вот мы видим, что шапочка она хорошо сюда подходит. Но так как здесь уже вверху глаза и мне не хочется их закрывать, то есть я могу в принципе натянуть посильнее шапочку на глаза и тогда она будет сама держаться. Вот видите, она держится. Но мне не хочется ему закрывать глазки, поэтому можно ее просто приклеить и она будет вот так держаться. То есть вот так быстро, достаточно просто, можно сделать такую небольшую шапочку для снеговика. То есть не только для снеговика, для каких-то других фигурок тоже возможно. Если вот так перевернуть, даже это какая-то чаша, возможно, будет. Ну и таким же шнурочком можно сделать шарфик. Вот такой получается снеговичок. Вот такой веселенький. И так как это видео было посвящено всего лишь шапочке из бисера, то если у вас есть желание, можете пройти по ссылке в описании. На другом моем канале я леплю. Есть мастер-класс о том, как этого снеговичка слепить. В данном случае этот сделан из гипса. Но вы также можете там увидеть снеговичка из холодного фарфора. Надеюсь, вам понравится такой интересный вариант плетения. И вы его будете использовать в своих творческих работах. Спасибо за внимание. Желаю всем успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok